Добрый день! Спасибо, что вы все пришли. Я предполагаю, что судя по тому, что вы здесь, среди вас, вероятно, достаточно большое количество людей, которые интересуются новостями современной науки и технологий, а не только мной. И поэтому вы наверняка слышали в середине июля о том, что Илон Маск объявил о том, что его подшефная компания Neuralink разработала какие-то прекрасные электроды, и скоро они перевернут мир. И имеет смысл начать с того, что именно они предлагают делать. Смысл в том, что они создали тонкие полимерные нити, очень тонкие, толщиной в 6 микрометров, то есть тоньше человеческого волоса, в каждой из которых находится 32 золотых электрода. И сделали для них робота-хирург, похожего на швейную машинку, который умеет вставлять эти нити с электродами в верхнюю часть коры головного мозга. Причем он, как говорят, обладает искусственным интеллектом, и этот искусственный интеллект может позволить ему обходить кровеносные сосуды. И таким образом эта штука оказывается совсем малоинвазивной, совсем мало повреждающей мозг. То есть такие маленькие, тонкие, гибкие нити, которые при этом еще и кровеносные капилляры обходят. И при этом на каждой из них 32 электрода на длину нити в 2 см, которые могут записывать сигналы от отдельных нейронов. Они уже испытали эту технологию на крысах. У них пока нет официальных научных публикаций, но есть и припринт, который они готовят к публикации. Вы можете его найти и почитать. И вот у них была такая крыса, в которую было вживлено 3072 канала, то есть 3072 электрода на площади 4 на 7 мм в поверхности ее коры. И действительно, крыса с ними могла долго ходить, и они записывали сигналы от отдельных нейронов. И в 2020 году Илон Маск надеется уже перейти к экспериментам на людях. Сначала будут работать с парализованными людьми, у которых поврежден спиной мозг в районе шеи, то есть у них не работают никакие конечности. И будут вживлять им электроды в первую очередь в моторную кору, в первичную моторную кору, которая непосредственно отправляет сигналы на мышцы, и вторичную, которая координирует движения, с тем, чтобы они могли таким образом управлять телефоном, управлять курсором, управлять клавиатурой, и таким образом их качество жизни бы расширялось. Я решила с этого начать, потому что если вы слышали эти новости, то у вас могло возникнуть впечатление, что Илон Маск и его команда сделали что-то принципиально новое. Потому что когда журналисты пишут заголовки для своих статей, им очень важно повышать кликабельность, и от этого они постоянно преувеличивают принципиальную новизну того, что произошло. Везде говорят, Илон Маск собирается соединить человека с компьютером, как офигенно, никогда раньше ничего подобного не было. Я хотела бы подчеркнуть, что людей начали соединять с компьютерами гораздо раньше, чем компьютеры вообще появились. Что животное электричество, в принципе, начали изучать еще в 19 веке, а в 20 веке это была уже вполне рутинная экспериментальная процедура. И вот здесь есть фотографии старинных экспериментов. Вот, например, 1954 год, знаменитые крысы с педалькой Олса и Мильнера, те, которым жепляли электроды в септальную область, она же Центр удовольствия, и они начинали нажимать и нажимать и нажимать и нажимать на педальку, потому что это порождало у них в голове такой кайф, с которым были несравнимы ни сон, ни еда, и пока у них эту педальку не отбирали, они нажимали на нее каждые 7 секунд, а некоторые даже и каждые 2 секунды, смотря на сколько удачно вживили электрод. А вот по соседству пациента B19, которому тоже вживили электроды в септальную область, и он совершенно точно так же испытывал от этого что-то похожее на героиновую наркоманию, но только гораздо более яркое и гораздо более надежное, он тоже каждые 7 секунд нажимал на кнопку, отказывался отдавать рычаг, отказывался отдавать кнопку, когда исследователи пытались у него ее отобрать, чтобы он поел, поспал, помылся, и, в общем, был согласен на любые желания исследователей для того, чтобы ему только дали еще понажимать на кнопку. То есть то, что предлагает Илон Маск, это круто, это действительно новая технология, более щадящая, более, вероятно, точная, но важно помнить, что он стоит на плечах гигантов. Мне кажется, что для того, чтобы обсуждать, почему и зачем мы, в принципе, можем вживлять электроды в людей и в животных, полезно представлять себе, почему, в принципе, это технически возможно. То есть представлять себе какие-то базовые принципы работы нейрона. Нейрон отличается от большинства других живых клеток в организме человека и животных тем, что он умеет проводить электрические сигналы, хотя делает это не совсем так, как это делает провод, ведущий в розетку. Вот если вы представите себе нейрон, это в данном случае отросток нейрона, он ведет куда-то в эту сторону, и здесь вот его внутренняя часть, то, что находится внутри клетки, по краям внешняя среда. И самое главное, что нужно знать про мембрану нейрона, что она пронизана большим количеством каналов белков, которые умеют выборочно пропускать одни частицы внутрь, другие частицы наружу. Иногда они умеют просто открываться и закрываться, а дальше частицы уже текут или нет, в зависимости от того, сколько их на какой стороне. А иногда эти каналы умеют прямо потреблять энергию, умеют использовать ДТФ для того, чтобы насильно перекачивать ионы туда, куда надо. И вообще, если вы задумаетесь, то мы дышим все время и едим все время, на самом деле, именно ради того, чтобы подкармливать вот эти вот белки на мембране нейронов. Они постоянно требуют энергии, и если мы перестанем дышать, если мозг перестанет получать кислород, то мозг не сможет синтезировать ДТФ, эта молекула, которая нужна для того, чтобы у клетки была энергия. И мы от этого умрем в течение нескольких минут, именно потому, что белковые каналы на поверхности нейронов перестали перекачивать ионы куда нужно. До тех пор, пока мы живы, и ионы перекачиваются куда нужно, у нас все время поддерживается положительный заряд на внешней стороне и отрицательный заряд на внутренней стороне мембраны. В состоянии покоя у любого нейрона это всегда так. Но нейрон, он бы не был нейроном, если бы что-нибудь не могло измениться. Смысл нейрона в том, чтобы однажды к нему пришел какой-нибудь сигнал. Сигнал приходит в естественной природе чаще всего от соседнего нейрона и передается с помощью нейромедиаторов, таких молекул, которые способны, собственно, передать сигнал с одного нейрона на другой. Вы знаете много их примеров. Дофамин, серотонин, глутамат, гамма-аминомасляная кислота. Все это сигнальные молекулы, которые переносят сигнал с одного нейрона на другой. Вот, допустим, здесь торчит какой-то соседний нейрон, и он выделил какие-то нейромедиаторы. Эти нейромедиаторы действуют на ионные каналы. Они связываются с ионными каналами, которые пронизывают мембрану. И от этого ионный канал, например, открывается и, например, начинает пропускать натрий, ионы натрия, внутрь клетки. И если пришло достаточно много нейромедиатора, и на каком-то участке мембраны нейрона достаточно много каналов открылось, то у нас происходит локальная деполяризация. То есть на каком-то маленьком участке мембраны нейрона что-то изменилось. На каком-то маленьком участке нейрона оказалось, что есть положительный заряд на внутренней стороне и отрицательный заряд снаружи. Если открылось все-таки мало каналов, то ничего не произойдет. Те белки, которые контролируют распределение заряда, откачают обратно весь лишний натрий, и клетка будет жить как жила. Но если оказалось, что нейромедиатора достаточно, если открылось достаточно каналов, и на достаточно широкую, хотя и все равно маленькую по сравнению с размерами нейрона, площадь распространилась вот в локальную деполяризацию, то тогда начинается цепная реакция. Цепная реакция связана с тем, что кроме тех ионных каналов, которые реагируют на контакт с нейромедиатором, у нас есть еще ионные каналы, которые реагируют на изменение потенциала. Вот они просто чувствуют, что там, где они находятся, изменился потенциал, из-за этого они тоже открываются и тоже начинают запускать натрий внутрь клетки. И из-за этого эта область локальной деполяризации еще распространяется пошире. Вот здесь направление движения сигнала сюда, а там наоборот. И из-за этого вовлекаются еще соседние. Из-за этого вовлекаются еще соседние. Вот эта локальная деполяризация распространяется по мембране нейрона. А там, где она исходно была, там клетка вскоре наводит порядок, вскоре выкачивает обратно весь лишний натрий, запускает обратно калий, и все у них становится хорошо, все у них становится как было, нейрон опять готов к работе. То есть у нас на мембранах нейронов повсюду, по всей их поверхности, по всей длине их отростков есть много ионных каналов, которые умеют открываться в том случае, если изменилась разность потенциалов на мембране. И что в них важно оказалось, что они умеют точно так же реагировать на наведенное электромагнитное поле. На этом основании работает много разных современных технологий. Вы можете, например, катушку транскраниального стимулятора поднести к голове человека. В катушке переменный электрический ток, вокруг катушки переменное магнитное поле. Оно внутри мозга по принципам электромагнитной индукции Фарадея генерирует электрические токи. Из-за этого там открываются ионные каналы и генерируются потенциалы действия. Вы, например, относите катушку к моторной коре, человек у вас дергает рукой, потому что моторная кора отправила сигналы на мышцу. И то же самое еще более локально, еще более точечно можно делать с помощью вживления электродов. Вы вживили электроды, вы подали на них какой-то сигнал, вокруг них возникло какое-то электромагнитное поле, это электромагнитное поле повлияло на какой-то нейрон, в нем появился потенциал действия, этот потенциал действия начал распространяться. И дальше этот потенциал действия распространяется точно так же, как если бы нейрон возбудился естественным путем. И точно так же, как если бы нейрон возбудился естественным путем, он действует дальше на свои другие соседние нейроны, и в свою очередь генерирует в них какие-то потенциалы действия, они тоже начинают что-то делать. Когда об этом разговаривал знаменитый нейребиолог 20 века Хосе Делькадо, то он приводил такую метафору, что когда мы удивляемся, как от маленького электрода может запускаться какое-то довольно сложное и комплексное поведение, то это удивление такого же толка, как если мы удивляемся, что мы нажали на кнопку пальцем, и от этого ракета полетела в космос. Верно ли сказать, что ракета полетела в космос из-за пальца? Но да, но нет. Да, но не совсем, потому что палец был просто орудием судьбы для того, чтобы запустить всю сложную машинерию, все заранее запрограммированное, все важное последовательность действий, которое дальше уже мозгом реализуется. И вот тот факт, что нам так повезло, и что на мембране нейрона есть потенциал чувствительные каналы, открывающиеся в ответ на изменение электромагнитного поля, позволяет нам делать довольно много разных интересных вещей с медицинской точки зрения. Самый рутинный, самый банальный, самый широко применяемый последние 40 лет пример вживления электродов человеку в голову – это кахлеарные импланты. У вас, вполне вероятно, есть знакомые с ними. В России, по данным научно-клинического центра аудиологии и слухопротезирования, порядка 10 тысяч людей, которые живут с кахлеарными имплантами, и пользы от них людям довольно много, потому что они позволяют устанавливать слух. Как, в принципе, работает слух? В принципе, у нас есть ухо, вот это ухо, вот на нем сережечка для красоты, и на ухо приходят колебания воздуха. Звук – это колебания воздуха механические. Они заходят в ухо, они действуют на барабанную перепонку, колебания передаются через барабанную перепонку, дальше передаются через систему слуховых косточек, и дальше передаются в наше внутреннее ухо, в нашу улитку внутреннего уха. И улитка внутреннего уха осуществляет, собственно, перевод сигнала с языка механических колебаний на язык электрических импульсов, который будет дальше понятен нашему мозгу. Для того, чтобы понять, как это происходит, видно ли вам что-нибудь вообще на этой картинке. Наверное, нужно выше рисовать. На самом деле, она нарисована здесь, я рисую еще раз, чтобы это было медленнее и вы успевали следить за мыслями. У нас вот есть улитка, и если улитку развернуть, то в улитке есть базилярная мембрана, на которой находятся рецепторы, чувствительные к звуку. У этой базилярной мембраны есть интересные механические свойства. Она вначале узкая и жесткая, а в конце она широкая и мягкая. И благодаря этим механическим свойствам звуки разной частоты действуют по-разному на разные части базилярной мембраны. Какая-то часть базилярной мембраны достигает максимальной амплитуды колебаний тогда, когда приходит звук высокой частоты. Собственно, вот первая часть, вот эта стрелочка означает, что это звуки высокой частоты. А вот эта часть достигает максимальной амплитуды колебаний тогда, когда приходят звуки низкой частоты. Это тот механизм, который позволяет мозгу дальше понять, какой чистоты был звук. На ботиллярной мембране внутри улитки находятся волосковые клетки. Волосковые клетки – это первичные слуховые рецепторы. Они улавливают вот эти колебания мембраны, на которой они находятся. И уловив колебания, они выбрасывают гултамат, который уже усваивается слуховым нервом. Вы зря все разбегаетесь, дальше будет веселее и интереснее. То есть вот здесь подходят отростки слухового нерва. И эти отростки слухового нерва нужны для того, чтобы понять, с какой чистоты звук пришел. Наши нервные клетки в принципе не могут кодировать чистоту звука непосредственно. Мы можем слушать звуки частотой до 20 тысяч керц, а нервная клетка может посылать импульсы, но в лучшем случае по тысяче сигналов в минуту, то есть на частоте тысячи герц в секунду. По тысяче сигналов в секунду на частоте тысячи герц. И поэтому для того, чтобы кодировать звуки более высокой частоты, которые мы все-таки можем слышать, нам нужна вот эта вот тонотопическая организация мембраны. То есть если волокно слухового нерва подходит вот сюда, то мозг понимает, ага, это у меня пришел сигнал о звуке высокой частоты. Если волокно слухового нерва подходит сюда, то мозг понимает, ага, это у меня сигнал звука низкой частоты. Но волосковые клетки, они довольно нежные, они могут гибнуть по разным причинам Многие люди, например, 40-е, 50-е годы оглохли из антибиотиков, которые, как выяснить, убивают волосковые клетки Но тогда это было неизвестно, а инфекции лечить надо было прямо сейчас Не все антибиотики, а некоторые конкретные, уже запрещенные, уже неиспользуемые Если вы подверглись постоянному шумовому воздействию, какому-то тяжелому, то у вас могут начать дохнуть волосковые клетки В общем, по разным причинам от рождения они могут плохо работать или даже вообще не развиться В общем, бывают люди, у которых волосковые клетки умерли, и сами по себе колебания базиллярной мембраны бесполезны Сами по себе колебания базиллярной мембраны не могут уже передать сигнал на слуховой нерв, хотя слуховой нерв есть И вот в этой ситуации вы можете взять силиконовый стержень с электродами И этот силиконовый стержень внедрить в улитку внутреннего уха На стержне этом у вас есть электроды, которые действуют на разные отростки слухового нерва А снаружи у вас есть декодер, у вас есть динамик, который улавливает звуки из внешней среды И такая маленькая компьютерная штука, которая расшифровывает их, разбивает их по частотам И дальше передает одни частоты вот сюда, если это высокие частоты, другие частоты вот сюда, если это низкие частоты И таким образом в значительной степени восстанавливается слух Люди с кахлеарными имплантами, как правило, не любят слушать музыку Как правило, не получают от нее эстетического наслаждения Потому что в таком кахлеарном импланте порядка 22 электродов Они не дают всей магической полифонии, которая нужна нам, людям, для полного богатого восприятия музыки Но тем не менее кахлеарного импланта достаточно для того, чтобы слушать речь, понимать речь и научиться говорить самому Если ребенок от рождения глухой, то у него большие проблемы с развитием речи Но если ему поставить в каком-то нежном возрасте кахлеарный имплант, то он благополучно способен научиться говорить Поэтому их много, в мире порядка полумиллиона людей с кахлеарными имплантами И, конечно, кахлеарные импланты очень сильно повышают им всем качество жизни Гипотетически можно было бы делать такие штуки и со зрением В принципе, идея у всех сенсорных систем одна и та же Сенсорная система получает какой-то сигнал из внешней среды Это могут быть молекулы, это могут быть механические колебания, это могут быть фотоны И дальше задача рецепторов, задача сенсорных систем, задача органов чувств В том, чтобы все вот это разнообразие перевести на понятный мозг и язык электрических сигналов В принципе, зрительная система умеет делать то же самое Но здесь проблема такая сугубо механическая, проблема в том, как достичь нужного разрешения Потому что, да, зрительная система неплохо изучена Да, понятно, что можно подводить электрические сигналы И прямо на сетчатку, если в ней погибли фоторецепторы И в таламус, это в середине мозга такая промежуточная станция обработки зрительной информации И можно прямо в зрительную корону в затылке И, в общем и целом, так можно было бы формировать довольно яркие, довольно отчетливые картины Но проблема здесь в том, что для того, чтобы формировать яркие и отчетливые картины Нужно подвести очень-очень-очень много электродов У нас 130 миллионов светочувствительных рецепторов в каждом глазу В зрительный нерв приходит не столько информация Там еще на уровне сетчатки происходит ее обобщение Информация от многих фоторецепторов стекается в генглиозные клетки Этих генглиозных клеток у нас миллион с хвостиком Миллион триста тысяч То есть это вот то количество информации, которое потенциально мозг может из глаза забрать А в коммерческих системах, которые применяются сейчас для восстановления зрения Самая распространенная из них, Аркус-2, в ней применяется 60 электродов То есть квадратик 6 на 10 И этот квадратик 6 на 10, ну да, правда, передает информацию об освещенности, о контурах объектов Вообще-то надо понимать, что это тоже гораздо лучше, чем если вы полностью слепой Потому что, по крайней мере, вы видите силуэты окон, силуэты дверей, силуэты людей, которые идут Когда вы натренируетесь, вы можете зебру различать на светофоре, на переходе Видите, что здесь темный асфальт, здесь белые полоски, значит здесь, наверное, можно переходить То есть качество жизни с таким протезом все равно очень сильно повышается Но это далеко не восстановление зрения, ни о каком распознавании лиц, ни о каком чтении речи не идет Сейчас постепенно попадают в клиническую практику более новые версии протезов В которых появляются уже по тысяче электродов Тысяча электродов это уже неплохо, это такая уже пиксельная картинка И там на первый план выходит компьютерная обработка изображений То есть нужно, чтобы носимая внешняя часть, типа той, которая крепится на эти очки Производила довольно сложную обработку сигнала до того, как передавать его вам на сетчатку Для того, чтобы заранее выделять самое важное То есть выделять какие-то самые важные вещи в окружающем мире Эти вещи увеличивать, наращивать им контраст Для того, чтобы дальше вы понимали, как это работает И там многое связано именно с разработкой математических алгоритмов И вот картинка из статьи про очередной математический алгоритм Которая, как хорошо все будет, когда мы внедрим эти замечательные алгоритмы Настолько четкая картина будет Вот это настоящее ображение, вот это то, что, как они надеются, может увидеть человек Пока что человек этого видеть еще не может Возможно, Эрон Маск спасет нас со своими тонкими маленькими электродиками Больших успехов можно добиться в том случае, если не нужно вживлять так много электродов С настолько высокой четкостью и точностью А можно какой-нибудь один электрод зафигачить в какой-нибудь большой отдел мозга Нажать на кнопку, и чтобы все заработало Здесь самые большие успехи, тоже уже несколько десятков лет назад Достигнуты с тем, чтобы снижать выраженность симптомов при болезни паркинсона Болезнь паркинсона связана с гибелью нейронов, вырабатывающих дофамин Мы с вами только что указали дофамин как нейромедиатор Вы могли слышать про него, как про вещество, связанное с удовольствием На самом деле сильнее всего оно связано с контролем за движениями И когда у человека не хватает дофамина в мозге, то у него начинаются проблемы с контролем за движениями Он становится неустойчивым, у него начинается сильный тремор, начинают сильно дрожать руки Ему сложно координировать свои движения, от всего этого сильно страдает качество жизни И вот в ходе экспериментов выяснилось, что если вживлять электроды в субциломическое ядро То это позволяет каким-то образом активировать те расположенные по соседству Дофаминергические нейроны, которые остались в живых Для того, чтобы эти нейроны как-то выдавали больше дофамина И контроль за движениями каким-то образом становился более качественным И я надеюсь, что мне сейчас запустят видео, для того, чтобы вы просто увидели, как это в принципе выглядит Вот есть человек И этот человек страдает от болезни Паркинсона И у него сильно дрожат руки, но ему уже пленый трот в субциломическое ядро Вот это непроизвольное движение Он рад бы не двигаться, но у него так получается Но вот можно включить систему эрико-стимуляции Ну, теперь его стало больше То есть при болезни Паркинсона нехватка дофамина Но субциломическое ядро находится рядом с субстанцией нейронов, в которой дофамина много Вот, и каким-то образом, видимо Никто не пробовал, этические комитеты запрещают Вот, то есть, да, смотрите Вы, я думаю, восхитились тем, что у человека руки дрожали очень сильно А потом он смог нормально ими шевелить, выполнять запланированные движения Это технология лечения Это не панацея Она не избавляет от того, что болезнь Паркинсона продолжает развиваться Но она позволяет, несмотря на то, что болезнь развивается Дольше сохранять нормальное качество жизни Она была довольно давно одобрена FDA Когда про что-то говорят одобрена FDA Американской Food and Drug Administration Это означает, что технология признана достаточно эффективной И достаточно безопасной для того, чтобы ее рекомендовать Тем людям, которым не помогают фармакологические методы лечения Например, в данном случае Она была довольно давно одобрена FDA На основании исследования, в котором участвовали люди У которых не менее 6 часов в день Они страдали от нарушения тяжелого координации движений И когда им обживляли эту систему И те из них, кому повезло попасть в экспериментальную группу А не в контрольную группу То есть, получается, стимуляция на самом деле В среднем сказали, что у них на 4,5 часа в день Увеличилось количество времени Когда они себя нормально чувствовали И могли нормально совершать руками И остальными частями тела Те дела, которые планировали Что, конечно, сильно повышает качество жизни Кроме того, где я одобрила в последнее время Стимуляцию для лечения эпилепсии Одобрила стимуляцию для лечения Апсивно-компульсивного расстройства Дистония То есть, плохого тонуса мышц Когда вам сложно удерживать мышцы в тонусе Но буквально от этого У вас сложно стоять Сложно брать предметы Все сложно делать И вы, наверное, ожидаете Что я перечислю про каждое заболевание Что электроды вжигают туда-то Эта область мозга отвечает за то-то И поэтому вот они так работают На самом деле, я даже про болезнь Паркинсона Как вы заметили, делаю это не очень уверенно Потому что болезни, которые поражают мозг Они обладают, во-первых, большой индивидуальностью А во-вторых, часто поражают много разных областей И исследователи в буквальном смысле действуют методом тыка То есть сначала, например, с помощью томографических данных Они накапливают информацию о том, какие отделы мозга работают Аномально активно или аномально неактивно При вот этих заболеваниях А потом они пробуют в разные отделы мозга Задействованные в этом заболевании Вжиглять электроды Пробуют разные параметры стимуляции И часто оказывается, что для одних пациентов Сработало замечательно А для других пациентов не сработало Но зато для них, наверное, подработало Если бы в какую-то другую часть мозга вживить электрод То есть здесь большая индивидуальность Но, тем не менее, исследования ведутся Исследования ведутся активно Они ведутся и для центрома Туретта И для тяжелой головной боли Против которой не помогают лекарства, медикаменты Даже для депрессии, биполярного расстройства То есть в общем и целом По мере того, как информация накапливается Есть надежда, что многие тяжелые заболевания Которые ухудшают качество жизни Смогут быть компенсированы В том числе и с помощью электродов И смотрите, что получается Нужно понимать, что электрод Это в буквальном смысле слова Палка о двух концах То есть с одной стороны Вы можете вживить в мозг электрод И подавать на него какие-то импульсы И эти импульсы будут передаваться на нервные клетки И вызывать активацию нервных клеток И человек будет, например Воспринимать реальность так Как будто бы он слышит звук Ну потому что он действительно слышит звук Благодаря тому, что ему поступил сигнал на слуховой нерв Или видит какое-то изображение Пускай пока и не четкое Или, например, какая-то зона его мозга Начинает вырабатывать больше дофамина Но с другой стороны Электроды могут применяться И для того, чтобы записывать Регистрировать те сигналы Которые мозг вырабатывает постоянно Совершенно самостоятельно И в этом есть, конечно, большой исследовательский смысл Потому что вы можете выяснять Какие нейроны за что отвечают Но в этом же есть и большой медицинский смысл Потому что это открывает довольно большие возможности Для помощи парализованным людям Это происходит благодаря тому, что нам сильно повезло Что у нас моторная кора В большой степени устроена примерно одинаково у всех В большой степени врожденно задано Исходно задано Где у нее что То есть там отдел моторной коры Который отвечает за то, чтобы мы могли пошевелить большим пальцем Он находится примерно в одном и том же месте У всех нас здесь присутствующих Равно как, кстати, отдел, отвечающий за то, чтобы мы почувствовали Прикосновение к большому пальцу Понятно, что какие-то индивидуальные отличия есть Но они реально на миллиметры Их можно установить в ходе исследования отдельного испытуемого Но в общем и целом Сходство очень высокое Очень понятно с самого начала, где искать Это установил, собственно, еще Вайдлер Пенфилд Знаменитый канадский нейрохирург Еще в 30-е годы 20-го века То есть почти 100 лет назад Он разработал методику для лечения эпилепсии Для хирургического вырезания очага эпилепсии Такую, что больной находился в сознании во время операции И Вайдлер Пенфилд Востействовал электродами на вскрытом черепе Человека живого, сидящего, находящегося в сознании И расспрашивал человека о его ощущениях Человек говорил, например, чувствую прикосновения к ноге Или чувствую желание дернуть ногой Но, собственно, на самом деле деркал ногой, не спрашивая никого И благодаря этому Пенфилд построил вот эту очень точную карту Моторной коры и сенсорной коры И первым, в 1937 году, нарисовал гомункулуса Которого вы видели в любом учебнике по нейробиологии Это такой человечек с искаженными пропорциями Который отражает нейронную репрезентацию разных отделов нашего тела У него такие большие руки, потому что в коре много места занимают руки У него такие большие губы, потому что в коре много места занимают губы А ножки у него маленькие И вообще все маленькое Извините И вот эти вещи можно применять для помощи парализованным людям Мы знаем, где у людей моторная кора, отличающая за движение руки И самый очевидный подход, это в моторную кору вживить электроды Для того, чтобы записывать сигналы Такие, которые генерируют мозг, когда человек пытается пошевелить рукой Но не может пошевелить рукой, например, потому что у него поврежден спиной мозг И сигнал не передается на мышцы руки, как должен был бы И понятно, что это требует длительной калибровки, длительного обучения То есть если человеку делают вот такую роботизированную руку Которая управляется с помощью моторной коры То сначала ее движение очень неуклюже Но примерно за 7 недель тренировок Человек может достичь довольно большого успеха Довольно большой тонкости управления этой рукой Вот здесь очень знаменитый пациент Джилл Шерман Она из Питтбургского университета Из лаборатории Энди Шварца И она на этой фотографии ест шоколадку Подавая себе шоколадку с помощью роботизированной руки На самом деле про это есть видео Но это видео я вам не стала приносить как видео Потому что его как-то все снимали новостные сайты И у них авторские права И к тому же у них какие-то очень длинные сюжеты И с эмблемами этими нафиг с ними связываются Я вам вместо этого покажу про нее видео Которое сами ученые выложили в своей научной статье Тут хотя самой Джилл Шермана не видно Но честное слово это ее рука, которую она сама управляет И она тренируется выполнять формальные задания То есть у нее своих рук нет Свои руки не работают Из-за тяжелого нередегенеративного заболевания Но у нее вживлены электроды в моторную кору И она с помощью электродов, вживленных в моторную кору Вот управляет роботизированной рукой У этой роботизированной руки 7 степеней свободы То есть она может двигаться вперед-назад Вправо-влево, вверх-вниз И еще совершать хватательное движение кистью И благодаря этому после тренировок Можно, как видите, научиться совершать довольно сложные вещи Вот, например, в стакане мячик или кубик И этот мячик или кубик из стакана можно попытаться вытряхнуть Это то, что было достигнуто с Джен Шерман еще к 2013 году Сейчас, в 2016 году, лаборатория антишпарца Разрабатывает более сложные системы В которых электроды одновременно вживлены И в моторную, и в сенсорную кору Смотрите, у Джилл Прайс нет Простите, не Джилл Прайс Я путаю имена разных знаменитых испытуемых Джен Шерман У Джен Шерман обратной связи нет У нее обратная связь только визуальная А вот сейчас вот ровно про это я начала рассказывать Пока вы меня не перебили Про то, что сейчас они пытаются вживлять электроды И в сенсорную кору, и в моторную кору И делать роботизированную руку Которая одновременно может и расшифровывать информацию От моторной коры и совершать движения И чувствовать прикосновение к себе самой То есть есть сенсоры на поверхности пальцев роботизированной руки И от этих сенсоров сигналы передаются на сенсорную кору человека И человек может, например, с высокой точностью С закрытыми глазами понимать, к какому именно из пальцев Его руки прикоснулись И все это действительно приводит к тому Потому что, по крайней мере, половину вот этих прикосновений Он описывает как более или менее естественные Другие описывают как неестественные Похожие на покалывание, на удар током, на давление На щепки, на что-нибудь, на что-нибудь похожее Но, во всяком случае, это, конечно, в перспективе будет помогать координировать движение В принципе, есть альтернативный подход К тому, как можно пытаться помогать парализованным людям двигаться Нужно понимать, что помимо нейронов Еще у нас мышцы тоже обладают электрической активностью Если вы подадите электрический сигнал на мышцу Даже вырезанную из человека или животного То мышца начнет у вас сокращаться И, в принципе, вот у нас есть человек У него, по идее, моторная кора должна через спиной мозг Передавать электрические сигналы на мышцы руки Но спиной мозг, например, был поврежден в ходе какой-то аварии И этого не происходит Но, в принципе, можно было бы попробовать построить обходной путь То есть мы берем сигналы из моторной коры Переводим их в электрическую форму А потом подаем на мышцы собственные руки человеку Эта технология тоже разрабатывается Здесь тоже вживляют электроды в моторную кору Что касается самой руки и мышц руки То либо вживляют тоже электроды По 32 электрода на одну мышцу, чтобы она сокращалась Либо даже пытаются через кожу прямо на поверхность Прикреплять электроды И тоже, в принципе, это позволяет достичь сокращения мышцы Это зависит от конкретного человека В том числе от того, насколько давно он был парализован До того момента, как попал на операционный стол В руки врачей, экспериментаторов, исследователей Потому что если он парализован недавно У мышц еще высокий тонус Еще можно как-то и через кожу их стимулировать А если давно, то мышцы уже ослабели И более эффективно оказывается стимулировать их внутри Важно понимать, что это не так хорошо и просто Что вы вживили электроды, пропустили Например, вот так же, как у меня под свитером Провод от микрофона Отправили на руку и все работает Нет, это все тоже довольно сложно Сигнал выводится на компьютер В компьютере усиливается, в компьютере декодируется В компьютере чистится от шума Это большой стационарный компьютер Требующий довольно больших мощностей Это не мобильный телефон пока что Все еще Обрабатывается и возвращается на мышцы руки И человек совершает много ошибок Человек такой рукой Ему управлять даже тяжелее, чем роботизированной рукой Потому что она, по крайней мере, не такая громоздкая Не такая неуклюжая Не такая тяжелевшая И даже с развитием обратной связи с роботизированными руками Немножко больших успехов достигли на сегодняшний момент Чем с вот такой технологией Но все-таки люди тоже обладевают этой технологией И тоже способны, например, зажимать в пальцах столовые приборы И есть картофельное пюре вилкой из тарелки Или, например, держать стакан, подносить его к рту так, чтобы пить через соломинку Все это, к сожалению, пока не идет на улучшение повседневной жизни людей К сожалению, качество жизни у них по-прежнему низкое Исследователи, к сожалению, пока не могут сделать эту систему один раз Выпустить человека из лаборатории Чтобы у него к инвалидному креслу была прикручена, например, терапевтизированная рука Чтобы он жил сам и все это рукой делал Но пока что это требует ежедневной калибровки Громоздкого оборудования, сложного наблюдения И когда Джен Шерман и другие люди, участвующие в экспериментах, соглашаются на то, чтобы участвовать в этих экспериментах Они, в общем и целом, понимают, что лично для их качества жизни какого-то принципиального прорыва не будет Ну, новые впечатления, что приятно, когда вы много сидите дома Но понятно, что все это развивается И понятно, что там 20 лет назад еще не было даже такого И, вероятно, еще через 20 лет технологии будут гораздо круче Вот, например, свеженький прорыв 2019 года Хорошее достижение в области синтеза речи По активности мозга синтезировать речь Здесь это даже не вживленные электроды То есть не заглубленные внутрь коры Это электрокортикография То есть электроды, помещенные на поверхность мозга Не вдавленные в него То есть нечто промежуточное между электроэнцеполограммой и вживленными электродами И это были люди, которые, в принципе, пришли на операцию по лечению эпилепсии Перед тем, как хирургически лечить эпилепсию Вам много чего исследуют в мозге с помощью электродов Чтобы как можно точнее локализовать тот участок, который надо удалить Как можно меньше повредить остальные И вот пока у людей на поверхности мозга или внутри мозга есть электроды Пока за ними наблюдают для будущей операции Людям часто предлагают выполнять какие-нибудь задания Для того, чтобы они поучаствовали в развитии науки Люди всегда соглашаются Потому что лучше не спорить с теми, кто делает вам операцию на мозге И в данном случае это были 5 эпилептиков 5 людей с эпилепсией Которые выполняли просьбу экспериментаторов Читать вслух разные предложения Они зачитывали 108 предложений Нет, 101 предложения, как у Орела И это были предложения из такого специального фонетического набора Иногда нелогичные, но зато такие Чтобы в них была сбалансирована частота всех возможных существующих в английском языке фонен И там был искусственный интеллект Который занимался тем, чтобы сопоставлять Вот эту картину активности, поступающую от электродов Размещенных на довольно большой площади В которой есть моторная кора, связанная с артикуляционными мышцами И которая заходит даже на зону брака и зону верники Связанная с мыслом речи С производством осмысленной речи Обдумыванием ее И искусственный разум, нейросети сопоставляла То, какая картина активности Какой паттерн активности у всего вот этого большого пуска коры И то, какую фонему человек в этот момент произносит Они их делили там вот этим хитрым образом В котором понимают, что это только люди, которые изучали фонетику в институте Глотальный, фрикативный звук Кодируется, говорили они таким-то паттерном нейронов Альвеолярный, таким-то паттерном нейронов В общем, они все это привели к соответствию И потом, когда они привели это к соответствию То вторая нейросеть занималась синтезом речи То есть выстраивала вот эти вот альвеолярные и фрикативные звуки В той последовательности, чтобы появлялось какое-то слово А потом новые люди, обычные здоровые испытуемые Слушали под диктовку вот эту вот искусственно синтезированную речь И записывали то, что получалось Ну записывали, правда, не совсем слепую И предлагали на выбор нескольких вариантов каждого слова Именно потому, что это специально синтезированный сет предложений И он нелогичный В нем встречаются неожиданные слова Поэтому вот таким образом облегчали задание Выдавали по 20 слов на выбор для каждого участка в предложении И я надеюсь, что сейчас нам получится послушать звук Звук Субтитры создавал DimaTorzok The proof that you are seeking is not available in books. The proof that you are seeking is not available in books. Shipbuilding is a most fascinating process. Shipbuilding is a most fascinating process. I think it is a most fascinating process. Yes, it is really amazing. And when it was tested on listeners, it turned out that there were five listeners, although, if I'm not sure, I couldn't pull out all the files from the journal Nature, which were related to this article. In the case of the one sentence, there was only one who understood exactly the words of the sentence, в 82 случаях из 101. А в принципе общая цифра была такая, что 42% сентенций воспроизводились совершенно точно слушателями. То есть так, чтобы не было путаницы ни в одном слове. Но надо понимать, что это еще раз такие специальные сентенции, выбранные по тому, чтобы у них было фонетическое богатство. И они часто нелогичные с контекстом. А в живой речи это будет восприниматься гораздо лучше. В живой речи наш мозг умеет очень здорово отфильтровывать, как вы можете понимать по моим лекциям любые несовершенства того, кто говорит, в связи с тем, что мы находимся в контексте. В связи с тем, что мы ожидаем, какие слова мы услышим, какие не услышим. И мы слышим примерно то, что ожидаем услышать, примерно из того семантического поля. И поэтому реально этой речи может быть достаточно для того, чтобы коммуницировать вполне. Человек будет говорить немножко невнятно, но абсолютно понимаемо, если с ним в принципе хотят поговорить. И скорость производства такой речи гораздо быстрее, чем все те системы, которые сегодня есть для набора текста. Системы для набора текста даже с вживленными электродами. Вы можете печатать, в лучшем случае, 10 слов в минуту. А здесь вы можете 110 слов в минуту произносить. В принципе, можете, наверное, лекции читать. Я же читаю. И это прямо круто и замечательно. И авторы отдельно отмечают, что вообще-то вот эти паттерны активации, характерные для того или иного звука, альвеолярного, фрикативного и так далее, были довольно сильно похожи между теми пяти пациентами, от которых они их записывали. И это позволяет надеяться, что можно будет с небольшими уточнениями, корректировками, с небольшой калибровкой, с небольшой настройкой эту технологию переносить и на тех людей, которые говорить не умеют, не могут совсем. И еще одна фишка, что они просили своих испытуемых не только произносить эти звуки вслух, но и артикулировать при этом без голоса, не подавая голос. Попробуйте тоже, это возможно. То есть шевелить языком и губами так, как будто бы вы говорите слово, но при этом его не произносить. И в этой ситуации тоже довольно неплохо вот эта вот сеть из электродов справлялась с тем, чтобы декодировать сигналы и понять, какие имелись в виду звуки, и впоследствии синтезировала предложения, те же самые, примерно которые говорили экспериментаторы и впытуемые. А внутри не было страхи и копироваться? Нет, именно если думать, то там немножко по-другому мозг. Здесь надо все-таки артикулировать, потому что большая часть информации подавалась от тех нейронов, которые должны отправлять сигналы на мышцы. То есть они работают в любом случае, когда отправляют сигналы на мышцы. Они будут, скорее всего, немножко работать, если вы не просто думаете мыслью словами, а еще и представляете, как вы ее произносите, даже если вы без этого не двигаете языком. Но, в общем и целом, если вы просто думаете мысль, то немножко будут активироваться эти нейроны, но совершенно недостаточно для того, чтобы можно было их сигнал расшифровать. И смотрите, что у нас получается. У нас есть мозг. У мозга есть входящие сигналы и исходящие сигналы. Наши мышцы умеют расшифровывать исходящие сигналы от мозга и принимать их за руководство к действию. Наши органы чувств умеют внешний мир переводить на язык электрических сигналов, понятных мозгу. И с помощью электродов на сегодня можно, пока не с оптимальной точностью, но все время идет улучшение этого процесса, можно переводить сигналы из внешнего мира на язык, понятный мозгу, и можно переводить сигналы мозга на язык, понятный мышцам. Возникает закономерный вопрос, а что внутри черного ящика? Можно ли делать какие-то интересные вещи внутри? Ну, какие-то вещи, понятное дело, можно. Вы можете вживить электроды в центре удовольствия, человек будет рад и счастлив. Вы можете, вероятно, вживить электроды в амигзол, и человек будет испуган. С кошками много такого делают. Но можно ли вмешиваться в какие-то вещи, связанные с высшими психическими функциями? Можно ли вмешиваться в то, что мы думаем о мире, в то, как мы запоминаем информацию, в то, как мы ее обрабатываем, в то, что мы выбираем? И примеров таких пока мало, но, тем не менее, работа такая ведется. Вот обезьяны. Макаки-резус, четыре макаки-резус, которых в течение двух лет учили выполнять задания, тренировали выполнять задания. Я вам его объясню за минуту, потому что вы намного умнее макак-резус. В этом задании смысл вот в чем. У вас сначала появляется на экране кружочек или квадратик. Вы на него смотрите, вы к нему прикасаетесь, чтобы показать, что вы готовы к заданию. После этого у вас на черном экране появляется какая-то картиночка. После этого у вас опять черный экран и пауза. После этого эта картиночка появляется на экране снова на каком-то новом месте в окружении других картиночек. И вот здесь у вас бывает разное задание в зависимости от того, что было в начале. Если в начале был круг, то это означает, что вас интересует объект. Вы должны среди этих картиночек найти тот же самый объект, который вам показывали на стадии предъявления, и выбрать его. Если же у вас на экране в начале был квадрат, то вы должны указать на то же самое место, в котором появилась картинка изначально, независимо от того, что это за картинка. И в том случае, если вы справились с заданием, причем именно с тем заданием, с которым вы должны были справиться, то вам дают глоток сока, потому что обезьяны, во-первых, любят сок, а во-вторых, в принципе, в экспериментах участвуют животные, которые хотят пить. И вот они два года тренировались и справлялись с этими заданиями, даже если задания были довольно сложными. А сложность здесь зависит от двух факторов. Во-первых, от длительности задержки. Как много времени прошло между моментом демонстрации картинки и выбора, могло проходить до 90 секунд. За это время и мы с вами успеем забыть, что там было-то вообще. Во-вторых, количество картинок и дистракторов, количество отвлекающих картинок, которые вы могли перепутать с той картинкой, которую должны были удерживать в голове. То есть это задание требует довольно много кратковременной памяти. На то, чтобы помнить, какое изначально было задание. Смотреть на объект или на место. На то, чтобы помнить, какая была картинка, на то, чтобы помнить, какая картинка где находится. А памятью у нас занимается гиппокамп. Гиппокамп – это такая зона мозга, в которой есть несколько слоев. Известно, что слой под названием СА3 передает сигналы слою под названием СА1. И во все эти слои можно ввести электроды. И когда вы в эти слои вводите электроды и некоторое время записываете, регистрируете сигналы одного слоя от другого в тот момент, когда обезьяны выполняют задание, то у вас накапливается постепенно картина данных и слоя СА1, и слоя СА3. Картина данных о том, как, в принципе, активируются нейроны в тот момент, когда обезьяны выполняют задание. Здесь видно, к сожалению, не очень хорошо. Может быть, надо было сделать несколько слайдов про эту историю. Я решила, что вы испугаетесь тогда. Здесь, в общем, каждая горизонтальная линия – это отдельный нейрон. По горизонтальной оси время существуют какие-то паттерны активации для каждого конкретного нейрона, к которому были подведены электроды в зоне СА3 и в зоне СА1. И, что самое важное, эти паттерны активации отличаются. Во-первых, в зависимости от того, нужно ли было вам смотреть на объект или на место, в котором он находится. А во-вторых, в зависимости от того, выиграли ли вы или проиграли, справились ли вы с заданием или нет. Вот это график того, как обезьяны, в принципе, справляются с заданием. Тут чем дольше задержка, тем меньше вероятность, что они справятся с заданием. И чем больше объектов показывают, тем меньше вероятность того, что они справятся с заданием. И вот если справляются, в принципе, тут видно немножко, что если справляются, то нейроны работают активнее. Если не справляются, нейроны работают менее активно. То же самое с другим брендом заданий. И что выясняется? Выясняется, что если вы зафиксируете вот эту вот картину активации нейронов в тех заданиях, когда обезьяны справлялись, а потом искусственно наведете такую же картину активации нейронов в тот момент, когда обезьяна делает какое-то очередное сложное задание, то это существенно повышает вероятность того, что она с ним справится. Вот здесь графики, тоже это количество изображений. И это маленький график для задержки отдельно построен. То есть чем больше задержка, тем ниже вероятность того, что животное справится, и чем больше объектов, тем ниже вероятность того, что животное справится. Но синяя линия – это то, как они справляются в нормальных условиях. То есть, видите, если два объекта справляются в 90% случаев, если семь объектов, то в 40% случаев справляются. А вот это то же самое со стимуляцией. Если животное получает стимуляцию гиппокампа, то у животного лучше работает кратковременная память, у животного повышается, вот в данном случае на 20% повышается, с 40% до 60% при сложном задании, повышается вероятность того, что животное справится с заданием. Интересно, чтобы для конкретно этих нейронов картина активации была сходная, независимо от того, какие конкретно картинки предъявляли, то есть, ну хотя было разное для того, какое задание, объект выбирать или пространственное место, то есть, может быть, они связаны не столько с тем, чтобы конкретно помнить, конкретно ту непосредственную информацию, которую вы должны помнить именно в этом задании, а как-то с тем, чтобы в принципе более внимательно на этом задании фокусироваться, более качественно запоминать информацию какими-то еще нейронами, это выяснить технически довольно сложно, но тем не менее, смотрите, мы можем стимулировать животным гиппокамп, зону связанную с памятью, от этого у них память прокачивается. Такие вещи еще в 2011 году сделали на крысах, вы, может быть, слышали, было тогда во всех новостях, что, ах, ученые сделали искусственный гиппокамп, это не совсем про это, но тем не менее, все были очень увлечены. Сейчас вот в 2017 году сделали на обезьянках, и потихонечку переходят к опытам на людях, с людьми там такая сложная этическая замкнутая система, что вы не можете делать человеку процедуру до тех пор, пока вы не доказали, что она работает, и вы не можете доказать, что она работает до тех пор, пока вы ее человеку не сделали, поэтому все, что у нас есть, всему мы обязаны людям, с эпилепсией, которые приходят для того, чтобы выявить, какой участок мозга им нужно будет вырезать, ради того, чтобы остановить эпилептический очаг, им предлагают заодно поучаствовать в эксперименте, и если это люди, у которых эпилептические очаги потенциальны, именно гиппокампе, то им тоже вживляют электроды в зону СА1 и в зону СА3, и вроде бы как тоже получается, что они лучше справляются с заданиями на кратковременную память, информации пока мало об этом на людях накоплено, но, в общем, теоретически нет никаких причин, почему бы это не работало на людях, если работает на крысах и обезьянах, потому что у нас одинаковые зоны СА1 и зоны СА3 гиппокампе, ну, понятно, у нас больше клеток, ну, понятно, у нас сложнее, ну, понятно, мы люди, но принципиально те же самые нейроны, таким же образом, труксуром связанные, и все это, мне кажется, довольно крышесносно. Естественно, неправильно было бы говорить, что не существует никаких проблем в применении электродов. Проблемы, конечно, существуют. Во-первых, существует огромное количество технических проблем, связанных с тем, что если вы пытаетесь добиться высокого качества передачи сигнала, то вам надо бы вживить много электродов, а много нейронов, потому что у нас в мозге много нейронов, обычно отвечает за реализацию каждой функции, не какой-то один, и очень хорошо, потому что если бы был один, вы бы его могли повредить в ходе выживления, и стало бы еще хуже. У литочек, кстати, так, у литочек бывает конкретный нейрон принятия решений, если вы его повредили, то вы берете из аквариума другую литочку, с людьми так нельзя. Кроме того, мозг живой, мозг живой, и из-за этого получается так, что вы вживили электрод, и он может у вас неделю передавать сигнал нормально, может даже месяц, а потом вдруг на следующий день не передает, потому что мозг живой, в мозге есть не только нейроны малоподвижные, в мозге есть еще глиальные клетки, которые умеют во все ползать, во все расрастаться, и они стремятся, когда находят какой-то посторонний объект, этот объект съесть, вы можете оттеснить, оттеснить, окружить, отдавить от нейрончиков своих подшефных, мозг меняется, электроды сдвигаются, качество сигнала изменяется, поэтому очень большая роль компьютерной обработки сигнала, то есть по сути каждый день вы корректируете те сигналы, которые приходят, калибруете их заново, для того, чтобы все новые и новые паттерны активности моторной коры означали бы по-режнему те же самые движения руки, которые человек имеет в виду. И, кроме того, сам человек там тоже не так просто, не так просто, что вот вам сделали операцию, выживили электроды в моторную кору, вы тут же пошли этой рукой все, что хотите рисовать и делать, нет, вы долго и целенаправленно учитесь думать таким образом, чтобы это было понятно, роботизирование руке, чтобы это было понятно компьютеру, вы с ней долго друг от друга подстраиваетесь, для того, чтобы понять, что вы хотите сказать своей активностью мозга. Понятно, что можно? Есть. Извините, вопрос. Попросы у вас будут для того, как закончится лекция. Хорошо. Лекция, на самом деле, довольно скоро закончится. Так сказал же голос с неба, что нет, нельзя. Подождите секунду, сейчас все будет хорошо. Смотрите, и понятно, что эти технические проблемы постепенно преодолеваются. Вот правда, давайте все надеяться, что Илона Маска получится классная штука, и что он правда в 2020 году начнет ее испытывать. Но это может потенциально породить какие-то еще более сложные и хитрые вопросы. Во-первых, вот сделали вам роботизированную руку, вы этой рукой взяли на руки младенчика, и, например, она слишком жестко выжала, и сломали вы вашему младенчику руку. Кто виноват? Виноваты ли вы, потому что вы неправильно подумали, неправильно передали сигнал на роботизированную руку? Или виноват производитель роботизированной руки? Или виноват тот, кто делал калибровку вам в прошлый раз? То есть, те же самые этические проблемы, что и с автомобилями беспилотными. Что делать, когда техника сработает не так? Кого она должна давить, и кто будет нести за эту ответственность? Во-вторых, в принципе, многие данные можно передавать беспроводным образом, или, может быть, вообрабатывать их на домашнем компьютере, который погружен, подключен к интернету. И таким образом возникает вопрос про хакеров. Вот, например, не понравились вы какому-нибудь хакеру, он взламывает ваш компьютер, подключается к вашей роботизированной руке, и она начинает, не знаю, выдирать вам волосы, бить вас по щекам, ничего приятного в этом нет. И еще одна потенциальная проблема это завышенные ожидания, что человек, например, попадает в катастрофу, долгое время лежал парализованным, потом к нему приходят ученые, говорят, давайте мы вам сделаем роботизированную руку, и он сразу думает, вот я этой роботизированной рукой смогу все делать, смогу на компьютере печатать, смогу из бисера плести, смогу картины рисовать, а потом выясняется, что нет, не может, и не попадет ли он от этого в депрессию еще более тяжелую, не станет ли ему хуже, чем ему было до этого вмешательства, из-за того, что он только в этот момент осознает, что он не вернется к той жизни, которая у него была раньше, и если он совершит суицид, то, опять же, кто будет виноват? Но самым интересным во всей этой истории, мне кажется, другое. Самым интересным, мне кажется, то, что если вы хорошо задумаетесь про мозг, про то, что мозг материален, про то, что работа мозга это все электрические сигналы, передающиеся через какие-то нейроны, то вам может прийти в голову мысль о том, что у мозга нет глазок, у мозга нет ручек, у мозга нет ушек, и по большому счету они мозгу не особенно-то нужны. Мозгу нужно, чтобы он получал из внешней среды такие сигналы, как будто бы у него есть ручки, как будто бы у него есть ушки, как будто бы у него есть ножки. Если они у него на самом деле, по большому счету ему не важно, по большому счету, когда технологии разовьются, можно будет, ну, буквально, класть мозг в банку фигурально выражаясь там еще надо бы это может не обеспечение придумать подавать на него такие сигналы как будто бы он живет богатой и полноценной активной жизнью в принципе можно создать такие сигналы как будто бы мозг живет полноценной и богатой активной жизнью это все очень приятная новость для нас с вами, потому что мы живем в век развития нейробиологии и скорее всего у нас не будет грустной одинокой старости, потому что к моменту нашей грустной одинокой старости даже если не разрешат наркотики то то, по крайней мере, что-нибудь разрешат интересное с помощью электродов делать. Мы сможем подавать на мозг такие сигналы, как будто бы мы молоды, прекрасно, у нас любимая работа, прекрасный байфренд, мы гуляем, я не знаю, по городу Парижу, и все у нас может получиться идеально, и мы можем быть так счастливы. По-моему, это будет довольно круто, но все это ставит довольно глубокие философские вопросы, которые давно уже стоят перед теми, кто работает с улиточками, а по мере развития нейробиологии они постепенно от улиточек приходят к людям. Дело в том, что улиточка, морской заяц Аплизия, любимый объект нейробиологов, интересна тем, что непонятно, где кончается улиточка, и начинаются молекулы. Вы можете улиточку разбирать и работать с полуразобранной улиточкой. Вы можете целую улиточку чему-нибудь учить, вы можете вынуть из нее мозг и чему-нибудь ее учить, систему ее нервных клеток, вы можете выделить два отдельных нейрона в клеточную культуру, чему-нибудь их учить, вы можете молекулы из них выделить, и все это время наблюдать одни и те же примерно процессы. И улиточка, мозг, вынутый из улиточки, не понимает, что его вынули из улиточки, поскольку вы подаете ему такие же сигналы, как будто бы он по-прежнему внутри улиточки. А нам-то кажется, что с нами не так. Нам-то кажется, что где-то там в мозге среди этих 86 миллиардов нейронов прячемся мы, прячется личность, но вот по мере того, как все это механизируется, по мере того, как электроды вмешиваются уже не только в процессы получения информации на входе и выдачи информации на выходе, но и во внутренние процессы, например, работы кратковременной памяти, все меньше остается рубежей, все меньше остается белых пятен, все более механистичнее мы становимся, нам предстоит формировать какое-то отношение к этому. У меня про это есть книжка. У меня вышла недавно книжка, она называется «Мозг материален». Она вся об этом. Ее первая часть посвящена экспериментам 19 века, как люди вообще понимали, где какие функции в мозге находятся. Вторая часть посвящена экспериментам 20 века, связанным с улиточками, с нейропластичностью, с тем, что мозг меняется в ходе обучения. Третья часть посвящена нейроэкономике, то есть попыткам разобраться в том, как работает вообще ассоциативная кора, как мозг принимает решения, как мозг делает выборы. Эта книжка, конечно, не охватывает всю современную нейробиологию, как вы себе это представляете, но она, как мне кажется, дает некоторую базу для того, чтобы не чувствовать себя выкинутым на обочину прогресса, для того, чтобы понимать, в каком веке мы вообще живем, в каком мире мы вообще живем, как относиться к новостям про Илана Маска, как относиться ко всем остальным новостям нейробиологии, которых будет, конечно, все больше и больше, потому что я думаю, что это главная наука 21 века. Спасибо. Поднимайте теперь руки, мы к вам подойдемся с микрофоном, но прежде всего я задам два вопроса из трансляции. Первый вопрос... Давай, подожди, может, по секунду, смотри, может быть, тот, кто мучительно хочет домой, потому что у него там дети, не кормленные котики. Может быть, мы сделаем минутную паузу, чтобы эти люди могли спокойно уйти домой, никому не помешаться? Да, давай, если кто хочет уйти, то пусть постарается пройти, понимая. Если хочешь, то можешь пока задать мне вопрос, я начну думать над ним. А когда все уйдут, то я могу отвечать. Мне, кстати, все равно фигачит лицо-прожектор, я все равно вас не вижу вообще. Поэтому, если вы стесняетесь уйти, чтобы меня не обидеть, то знаете, что я не узнала вас никогда. Так, я понимаю, что у нас в основном почти все ушли, поэтому я все-таки... Почти все ушли, да, просто из зала остался. Вот. Так что, да. Дождем, сейчас. Ну, в общем, первый вопрос у Сергея Анатольевна. Пытались ли вы создать для оборот проприоцепцию? Если я правильно шли. Да, проприоцепцию. Я тоже не уверена, как это правильно произносить. Имеются в виду сигналы от составов, сигналы от мышц, сигналы от всего, что внутри. Честно говоря, насколько я знаю, нет. Никогда ни разу мне не попадалось этого. Но я думаю, что имеет смысл прицельно погуглить. Вполне вероятно, что такое тоже возможно. Просто, скорее всего, это задача третьей очереди. То есть сначала передавать сигналы на мышцы, потом получать сигналы от кожи, потому что сигналы от кожи, от искусственной кожи роботизированные руки, они важнее, потому что на коже может быть какая-нибудь угроза, ну и там, и сигналы от кожи нужно, чтобы непосредственно картинировать движение. Я думаю, что потенциально. Потенциально я думаю, что проприоцепцию, или как там она правильно произносится, у меня тоже плохо с длинными, сложными словами, тоже воспроизвести можно. Я думаю, что в мозге можно вживить электроды в правильное место, чтобы человек чувствовал мышечное напряжение, сгибание сустава и так далее. Но, по-моему, пока до этого не дошли руки у состоителей репутатизированных протезов. Спасибо. И второй вопрос от Екатерины Ковальчук. Можно ли с помощью вживления электродов в мозг понять, о чем думает человек, и воспроизвести это? Смотрите, гипотетически, да. Гипотетически мы знаем, что мозг материален, то есть для каждых наших мыслей, эмоций, решений, чего угодно, где-то существуют какие-то конкретные нейронные контуры. На практике это нереализуемо абсолютно сейчас и, скорее всего, не будет реализуемо еще очень долго и, может быть, даже никогда, именно потому, что проблема локализации. Проблема того, что у нас в мозге 86 миллиардов нейронов, по 10 тысяч синопсов у каждого, это дико сложная система, и мысли распределены по коре практически по всей, и нет какого-то конкретного маленького участка, которым мы думаем о белой обезьяне, а есть много участков коры. Там зрительная кора, которая понимает концепцию белого цвета, височная кора, которая понимает концепцию обезьяны, лобная кора, которая фокусирует внимание на этой белой обезьяне. То есть где-то есть конкретные нейроны, конкретный паттерн активности которых означает, что человек думает о белой обезьяне, но нет вообще никакого технического способа это локализовать, не очень понятно, появится ли в принципе. Все вот такие ситуации, когда мы находили какие-то конкретные вещи, связанные с конкретными мыслями, это либо с очень низкой точностью, в очень отдаленном приближении, ну там, например, есть лаборатория, которая создает семантические карты мозга, по-моему, в университете Калифорнии в Берклере. Они кладут людей в томограф, зачитывают им рассказы и смотрят, какие зоны мозга примерно активируются при упоминании слов, связанных с жестокостью, какие зоны мозга при упоминании слов, связанных с математикой, какие зоны мозга при упоминании слов, связанных с семьей, кстати, пересекаются с жестокостью, перекрываются довольно сильно. И, в принципе, с помощью таких семантических карт мозга Они, на удивление, похожи у разных испытулумов, по крайней мере, говорящих на одном и том же языке И более того, если вы читаете русскоговорящим и англоговорящим гражданам Один и тот же рассказ каждый на их одном языке То есть больше сходства в зонах, связанных с пониманием семантики Между их активностью мозга, чем если вы читаете им какие-то два разных рассказа Но это все совершенно не позволяет дословно воспроизвести, что в этом рассказе было написано Это в лучшем случае позволяет подключить один рассказ от другого Понять читателя, человеку, не знаю, каштанку или после бала И все остальное, даже с вживленными электродами, это какие-то отдельные удивительные успехи Те самые люди, которым вживляют электроды гиппокамп ради лечения эпилепсии Они больше всего известны тем, что у них находили нейрон Дженнифер Энистон То есть конкретную клетку, которая отвечает за рационование образа Дженнифер Энистон И активируется каждый раз, когда вам показывают разные портреты Дженнифер Энистон Но при этом не активируется, когда вам показывают портреты других актрис Или другие какие-то вещи Или даже Энистон вместе с Брэдом Питтом Потому что для этого, видимо, есть какая-то другая клетка И на самом деле про Дженнифер Энистон эта история еще 2005 года А с тех пор еще много таких экспериментов проводилось Нашли еще много разных других нейронов для разных объектов Называют их клетки концепций Находили нейроны, которые отвечают за распознавание принца Вильяма За распознавание Стоунхинжа, за распознавание Эйфелевой башни За распознавание Дарта Вейдера Каждый раз случайно Просто потому, что у конкретного человека По медицинским показаниям электроды выживили сюда И догадались предъявить ему вот эту картинку Для того, чтобы зарегистрировать активацию именно этого нейрона То есть просто человеку предъявляют много-много картинок Вживив много-много электродов И иногда везет и удается найти клетку концепций А дальше она интересна тем, что она отвечает на информацию разных модальностей То есть она может активироваться и на предъявление изображения И на произнесение слова этого вслух И даже на то, что человек просто сам по себе вспоминает Вы нашли у него сначала клетку Дарта Вейдера Потом вы просите его подумать обо всех персонажах Звездных войн Например, Дарт Вейдер, он же из Звездных войн Которых он знает Я просто почему спрашивала про Дженнифе Ренистон Например, я знала всегда именно как про человека, у которого нейроны Дженнифе Ренистон А потом уже поняла, что она актриса и надо бы что-нибудь с ней посмотреть Начала смотреть сериал «Друзья, когда бегала по боковой дорожке» Очень классный вообще Я потом почитала про нее прям, по-моему, она очень классная как человек Вот, но whatever То есть иногда везет находить какие-то клетки Опять же, это не означает, что только вот эта единственная клетка отвечает за Дженнифе Ренистон И не означает, что эта клетка отвечает только за Дженнифе Ренистон, ни за что больше То есть на основании того, что клетки Дженнифе Ренистон есть Это такой хороший аргумент в пользу того, что в принципе мозг материален Что в принципе для разных мыслей какие-то конкретные клетки есть но находить их дико сложно. У крыс чуть-чуть полегче, можно делать генномодифицированных крыс, у которых светочувствительные белки выживлены во все нужные нам клетки и включаются тогда, когда нам надо, и можно поэтому записывать воспоминания на отдельные нейроны. А с людьми гораздо все сложнее и, честно говоря, пока совершенно неочевидно, дойдем ли мы когда-нибудь до того, чтобы понимать мысли, учитывая к тому же еще и то, что мысли фримируются в ходе индивидуального обучения, что мозг пластичен, что мозг меняется в результате обучения и что мысль про Дженнифер Энистон будет в разных местах и в разных нейронных сетях у разных людей представлена. Спасибо. Давайте перейдем к вопросам зала. Поднимайте руки. Смотрите, может там какой-нибудь свет включить, чтобы вам было видно хотя бы людей, поднимающих руки? Нет, мы в принципе, наверное, да, мы можем включить, так как слайды мы уже все прошли. Пошел. Мы говорили про Илона Маска, да, но он не в России живет. А как происходит ситуация с нейроголовкой в России? Ну, не то чтобы очень хорошо у нас дела по сравнению с мировой общественностью, но, в общем, и не абсолютно безнадежно. Тут видели, на днях был у Медузы ужасно смешной тест России или Зимбамбе, про то, что вот Собянин сказал по результатам субботних протестов, что мы не Зимбамбе, и Медуза написала карточки про то, насколько в Зимбамбе лучше с демократией, лучше с дорогами, лучше с налогами, лучше со всем остальным. Вот я думаю, что с нейрогологией в России лучше, чем в Зимбамбе, потому что у нас есть несколько центров научных. У нас есть МГУ, в котором делают брейн-компьютер-интерфейсы. Каплан там есть такой, тоже читает лекции, может быть, даже в рамках вашей программы не... Каплан будет здесь 28 августа. Вот, 28 августа придет сюда Каплан и расскажет, как делают нейркомпьютерные интерфейсы. И в МГУ их тоже вполне себе делают, то есть расшифровывают, например, в случае неинвазивных интерфейсов, человеку делают ЭЭГ, электронциклограмму, выделяют из нее какие-то паттерны. Эти паттерны используются, чтобы управлять объектами в внешнем мире, чтобы набирать текст или что-нибудь. Есть, кроме того, высшая школа экономики. В высшей школе экономики она скоро сделает всех вообще. В ней есть центр нейрой экономики и когнитивных исследований. В нем есть, во-первых, Василий Андреевич Печарев. Василий Андреевич Печарев, вы можете посмотреть на курсерии его курс, посвященный нейрой экономике, науке о том, как мозг принимает решения. Он, собственно, кладет людей в томограф, например, и смотрит, где у них конформизм, каким образом они прислушиваются к мнению общественности, или где у них когнитивный диссонанс. Делает какое-то невероятное количество довольно удивительных вещей. И там же, в высшей школе экономики, есть Матео Фиура, который занимается транскраниальной стимуляцией. Транскраниальная стимуляция – это вот то, что я упоминала, когда вы берете катушку, подносите к голове, отравляете электрический импульс, генерируется магнитное поле, вызывает электрическое поле внутри мозга. И это очень удобный исследовательский механизм, инструмент, потому что это позволяет выборочно подавить или усилить активность какой-нибудь зоны мозга на несколько минут или на несколько десятков минут. И таким образом выявлять причинно-следственные связи, то есть давать человеку какие-то задания, понимать, хорошо или плохо он справляется с этими заданиями, и таким образом понимать, участвует ли эта зона коры в восприятии вот этих вот заданий. И в 2017 году, например, у них вышла классная статья про то, что моторная кора нужна не только для того, чтобы отправлять сигналы на мышцы, но еще, по-видимому, и для понимания смысла слов. Потому что если вы даете людям глаголы, связанные с движением руки, типа рисуешь или пишешь, и даете людям абстрактные глаголы, типа веруешь или думаешь, и просите их просто нажать на кнопку, сказать глагол абстрактный или конкретный, то люди начинают тормозить применительно к конкретным глаголам, в том случае, если подавить им активность в моторной коре, то есть похоже, что им нужно в моторной коре воспроизвести некую картину активности, которую они планируют делать для того, чтобы понять сам смысл этого слова, что, в общем, довольно офигенно, по-моему. Это связано с тем, что называется embodied theory of cognition, что картина активации мозга, когда мы что-то себе воображаем, очень похожа на картина активации мозга, когда мы на самом деле это делаем. У нас еще много вопросов, поэтому давайте попробуем немного блиц в режиме. Я задаю еще вопрос, короткие ответы. Так что, да, вы следующий. Первый вопрос. Хотел бы сказать спасибо за реакцию. Вот первый вопрос. Вы говорите на примеры с специантами, потому что симулируете их гипотаган. И вопрос не такой, что при эпидемии с специалистом гипотаганта, он может сказать, что его где-то обманывают, и он может понизить в 60-м году. На самом деле не факт. Не факт, что поймет, не факт, что понизит, смотря как стимулировать, смотря насколько удачно удалось вживить электроды. Это здесь скорее технические проблемы связаны с тем, что либо если слишком много электродов, то все нагревается, и от этого нейроны начнут хуже себя чувствовать и хуже работать. Либо глиальные клетки могут прорасти и начать обволакивать эти электроды. А так, если ни того, ни другого не произойдет, вот на того же Илона Маска мы все надеемся, что его полимеры окажутся хорошо биосигнестимыми и будут долгое время стабильно находиться там, куда их вживили, в принципе, этого может долгое время не происходить, вот этого привыкания. В том случае, если еще сила сигналов имитирует силу естественных сигналов, то есть в общем и целом все, чего мы можем добиться с помощью наркотиков, электродов, чего угодно, это то, для чего в мозге уже есть какие-то нейронные сети, которые и так должны работать естественным путем. То есть стимулируют те нейроны, которые и так бы возбуждались в том случае, если бы животное обучалось просто, когда делают так, как будто бы оно обучается более эффективно. И по сути дела это означает, что прошло больше сигналов или более сильные сигналы между теми нейронами и теми нейронами, между которыми они бы и так прошли в случае естественного обучения. То есть, условно говоря, вы можете учиться водить машину 10 занятий, потому что за время этих 10 занятий у вас достаточно много раз пройдут импульсы по нейронам, чтобы сформировались новые нейронные контуры, выросли новые синапсы. В принципе, обучение это и есть более прочные связи между нейронами, формирование новых, более прочных связей между нейронами, вовлеченными в выполнение задания. В нормальной ситуации вам, например, 10 занятий на это нужно, а если вы выделяете паттерны активности и дополнительно подстегиваете их электродами, то вам, например, достаточно трех занятий, то есть трех повторений, на то, чтобы сформировались настолько же хорошие, прочные нейронные контуры, на то, чтобы настолько же прочно навык был обретен. Не очень понятно, перейдем ли мы к такому обучению. Было бы, наверное, неплохо, но вот эти ребята, которые работают с обезьянками, они потихонечку приходят к людям. Вот уже сейчас пока первые единичные эксперименты, они не говорят о том, что мы будем это использовать для студентов, чтобы жизнь студентов была легче. Они говорят, что это будут использовать для людей с возрастными нарушениями памяти и вообще с разными тяжелыми заболеваниями, из-за которых нарушается память, для того, чтобы у них память восстанавливать. В этой ситуации этический комитет разрешит вмешательство, наверное, и все будет хорошо, и, может быть, память правда восстановится. В случае здорового человека просто этический комитет еще и не разрешит вмешательство, потому что, особенно если там скрытие черепа и не по кампам глубоко находится, риск травм, риск инфекций, риск осложнений для здоровых людей и выживление электродов разрешают очень неохотно, очень редко, собственно, вообще никогда не разрешают, а для больных разрешают, если предполагается, что польза перевесит вред. А вы всегда мышите рукой, потому что микрофон делает так, что я не понимаю источним звуком. Вы сказали, что есть клетки, которые отвечают за запоминания людей. Значит ли это, что если у меня оплакая память на людей, ну вот, есть у меня друг, я полчаса себе вступила на лапу, я не знаю кто. Значит ли это, что когда-то можно будет как-то что-то сделать с этими клетками, чтобы я начала лучше запоминать людей, а ждите информацию? Я вас прекрасно понимаю, у меня у самой постоянно те же проблемы, которые усугубляются еще и характером моей работы, потому что ко мне, ну в принципе, часто подходят на улицу люди, говорят, привет, Ася, как я рад тебя видеть, и я никогда не знаю, друзья они мне, или просто так. Вот, недавно, например, нахамила в комментах в фейсбуке одной девушке, что вот она, не знакомый человек, а учит меня жить, а оказалось, что это бывшая моего мужа. Когда ты 40 минут разговариваешься с твоим хорошим другом, вы расстаетесь с друзьями, думаешь, что это было? Ну вот, да, да, да. Вот, но это не только гиппокамп, много зон в мозге связано с распознаванием лиц, с узнаванием людей, есть пересенообразная извилина, которая связана вот именно с распознаванием лиц, в височной кореи, есть еще какие-то области, которые с ним связаны. Гиппокамп, он скорее даже не за распознавание лица как объекта, как образа, а скорее за интеграцию всей информации об этом человеке, которого мы знаем, и про то, как он выглядит, и про то, кем он работает, и так далее. Эти клетки, кстати, вот открыли в 2005 году, первый раз нашли, а гипотетически предположили их существование еще в 1969-м. Там был такой прекрасный нейробиолог Джерри Литвин, который рассказывал своим студентам байки про нейроны бабушки и исходно про нейроны матери, про то, как он, причем, рассказывал, что байка у него была про то, что был у меня друг, кузен, мой кузен Акаки Акакиевич в далеких Уральских горах нашел способ находить клетки матери и уничтожать их. К нему пришел пациент со сложными отношениями с матерью, он уничтожил мы эти клетки. Длинная, веселая, прекрасная байочка. То есть клеток много, по разным отделам мозга они распределены. Да, бывают болезни, которые называются прозапогнози, при которой люди патологически не распознают лица людей. Но у нас с вами это не наш случай, потому что при прозапогнозе люди, ну, серьезно, в принципе, у них нарушена сама способность распознавать лица на гораздо более серьезном уровне. То есть вплоть до того, что если им показать отфотошопленное лицо, в котором нос куда-нибудь сдвинут, глаза сдвинуты по краям, они не поймут, что не так вообще. Потому что они настолько не заточены на распознавании лиц как таковых. Вот. А у нас с вами, скорее всего, новости гораздо более печальные. Дело в том, что в большинстве случаев, когда мы говорим за здоровых людей о проблемах с памятью, то мы имеем в виду на самом деле проблемы с фокусировкой внимания. Долговременная память у нас долгая и хорошая, а кратковременная память у нас маленькая и узкая, в одно ухо вылетает, в другое вылетает. И в кратковременную память попадает, в принципе, только то, на что мы обратили внимание, на чем мы его сфокусировали. А потом из кратковременной памяти в долговременную переходит только то, на чем мы долго фокусировали внимание. И на самом деле, если честно, все эти люди, которых мы с вами не узнаем, справедливо отбежаются, потому что они понимают, что мы просто-напросто не обращаем на них достаточно внимания, потому что у нас голова чем-то другим занята. Если бы это был человек, который, например, пообещал вам миллион долларов, и может быть даст, вы бы запомнили его в лицо, несмотря на то, что у вас плохая память на лица, и я бы тоже. Ася. Спасибо за лекцию. Вопрос такой. На эрикмонтации это в любом случае какое-то повреждение можно. Насколько можно что-то случайно сильно сломать во время этого процесса? И какие вообще дегативные последствия могут появиться? Спасибо. Ну, все-таки сейчас это все уже очень развито. Сейчас классная нейрикругия, сейчас точная калибровка, сейчас хорошая анестезия, хорошие антибиотики дают им профилактически. То есть сейчас это все не очень рискованно. Тем более, что в большинстве случаев это не глубокая имплантация электродов куда-то глубоко-глубоко в мозг, а в большинстве случаев это их приложение на поверхность. То есть вы сделали в череп и дырочку, приложили электроды, и, в общем, обычно все проходит достаточно беспоследствий. Ну, а так, как от любого хирургического вмешательства, может занестись инфекция, может развиться воспаление. Гипотетически, когда вы засовываете электрод куда-то глубоко, вы можете повредить крупный кровеносный сосуд. У человека будет инсульт, у человека будет смерть. Например, смотря какой сосуд, смотря где. Но такие случаи все-таки крайне редки, особенно в последние годы, потому что хорошо, внимательно смотрят, куда электроды пропускают. Составили подробные карты того, где какой кровеносный сосуд можно встретить, ведут себя аккуратно. То есть, в общем, в целом, это все сейчас уже не очень рискованно. В 21 веке живем. Ася, а вы машете рукой, потому что... А вы сейчас с такими нейропротезами, которые могли прошить возможности зрения или слух. Ну, то есть, чтобы видеть в инфракрасном, там, в интергалетном, и даже рентгеновский диапазон. Вы видите, там, это разрушил, например, в татаракон. Ну, смотрите, это, среди прочего, не так просто технически, потому что здесь много понадобится изменений на многих разных уровнях организации. То есть, мы можем сделать видеокамеру, которая видит инфракрасный цвет, и мы можем, наверное, какие-то сигналы от нее передавать куда-нибудь, например, на периферию сетчатки, там, где не очень нужны нам наши собственные колбочки. И каким-то образом эта информация будет передаваться в зрительный нерв. Ну, а дальше в мозге же, собственно, не развита структур, которые настроены были бы на обработку этой информации, и не очень понятно, насколько они, в принципе, могут развиться, например, у взрослого человека. Может быть, если с младенчества вживить дополнительные электроды в сетчатку, которые бы расшифровывали сигналы инфракрасного света, тогда в мозге, может быть, потеснилась бы обычная зрительная кора, появилась бы какая-то область, которая отвечает именно за обработку инфракрасных изображений. Но если человек уже не младенец, то, скорее всего, нет. Если младенец, то тоже без гарантий, потому что на уровне слуховой, звуковой, зрительной, и моторной, и сенсорной коры все-таки довольно жестко все это врождено, задано, где что будет развиваться, в общем, не факт, что получится. И плюс этические проблемы, можно ли младенцу вживлять дополнительные обогащенные возможности, если мы его не спрашивали, и если это порождает какие-то все-таки риски, пускай даже и не очень высокие, я думаю, что пока что далеки мы от этого весьма. Спасибо за лекцию. У меня небольшой комментарий. Вопрос. Покольно сегодня новость была от разработчиков Facebook, и только что они достигли распознавания нейроэнтерфейсом своим до 70%. То есть они позволяют познать, что человек думает, вместо набирания на клавиатуре или что-то еще распознать все мысли. А что имеется в виду? Что имеется в виду, что они делают конкретно? Нужно писать статейки более подробно. Я думаю, можно там действительно найти. И вопрос, насколько в исследованиях текущих принимается именно вопрос безопасности, передачи информации от мозга и в обратно. Потому что, например, в статье, как говорил Маска, они там показывали раздъем USB-C, или в будущем они планируют это передавать по Bluetooth. Спасибо. Да, смотрите, пока безопасность не очень сильно всех волнует, потому что пока что, ну что, вот компьютер, отключенный даже от интернета, стоит в лаборатории громоздкий, кромотизированный, где подключен, но кто будет его взламывать, ну кому это надо, ну и как. Вот, но в будущем, да, если эти технологии будут как-то входить в рутинную практику, то такая проблема действительно возникнет. И здесь действительно не очень понятно, как от нее защищаться, потому что все эти устройства, они же должны быть миниатюрными и быстроработающими, быстро обрабатывающими информацией, добавлять в них какие-то дополнительные мощности для шифрования, для защиты данных, ну как-то сложно. То есть не знаю, видимо, полагаться на авось, надеяться, что вы неуловимый Джош, что никому не нужно пламывать вашу информацию, собственно, так же, как мы делаем с нашими почтами, паролями, банками. В общем, можно же взломать почту любого человека, наверное, просто обычно большинство из нас никому не нужно, и очень хорошо. Здравствуйте, спасибо за лекцию. Вопрос такой. Сейчас вот есть искусственные, импульсные нейронные сети. Они, насколько я считал, довольно активно их применяют в моделировании и в изучении нейронных сетей мозга, но хейерпроект, в виде проектов, но очень мало, у вас есть, потому что информация может быть не для управления, собственно говоря, вот этих устройств, не на основе электронных, или пока у вас этой информации нет, насколько это активно использование, это искусственные комплексные нейронные сети, вот этот вопрос. Смотрите, про нейронные сети, вопреки их названию, я ничего не понимаю, это абсолютно не моя область. Единственное, что хоть как-то отзывается у меня в сердце, это сверточные нейросети, потому что про них я знаю, что их делали по образу и подобию мостовой зрительной коры, я могу долго говорить про зрительную кору и как она работает, и поэтому у меня есть иллюзия, что я что-то понимаю и про сверточные нейросети тоже. Вот, а про те, которые вы назвали, я даже уже название не могу воспроизвести, не говоря уже о том, чтобы что-нибудь еще о них добавить, это смысленно, это технология в общем и целом, но университеты это технологии, которые так называют, потому что, насколько я понимаю, в общих принципах работы похож на принцип воплетения нейронных сетей, то есть что какой-то один узел обобщает информацию от многих источников данных и потом генерирует какое-то одно решение и передает его выше, иерархия подобная той, которая есть в нейронных сетях, но зачем конкретно это нужно, какие задачи это еще может решать, кроме распознавания изображений, я знаю, что многие, но так же, как и мозг, может решать многие задачи, но как именно, я не знаю ничего, есть такой Сергей Марков, который пишет сейчас, а может быть уже написал книжку про искусственный интеллект, и можно найти его лекции на ютубе про искусственный интеллект, и я думаю, что, наверное, про нейросети у него там тоже что-нибудь должно бы быть по-хорошему, и вот он вам все расскажет. Давайте очень короткие вопросы, и Ася тоже очень короткие ответы, потому что я понимаю, что вы многие уже устали, а вопросы еще и рухи блоки. К черту центру удовольствия, скажите, когда появятся ли электроды, которые позволяют концентрировать внимание? Спасибо. Ах, если бы. Смотрите, все хотят этого, все об этом мечтают, все пока что пробавляются этой транскрениальной электрической стимуляцией, которая работает слабо, ненадежно и плохо, и иногда работает наоборот. Вот здесь проблема, опять же, вот именно в том, что очень большая наслобная кора, очень много наслобной кори всяких разных нейронов, из которых какие-то нужны для фокусировки внимания, но очень тесно перемешаны, очень тесно переплетены с теми, которые нужны для какой-то полной ерунды. То есть вот у вас рядышком нейрон, который отвечает за то, чтобы вы переключились на презентацию и начали делать презентацию, и по соседству нейрон, который отвечает за то, чтобы вы открыли Facebook, и вы пытаетесь стимулировать один, а вместо него стимулируется другой. Нескоро, к сожалению, пока приходится самим, про это есть книжка Ирия Кутенко «Воле и самоконфорность». Простите. Следующий вопрос. Большое спасибо за лекцию. А вот такой краткий вопрос. А вы не пробовали ученые поставить человеку вторую дополнительную пару рук и посмотреть, как вообще будет работать эта система? Нам зачастую очень необходимо имеющихся двух, как минимум еще одно, а то и две. Смотрите, тот же самый ответ, что и на вопрос про инфракрасное зрение. Здесь проблема не столько в том, чтобы поставить вторую пару рук, сколько в том, чтобы были мозговые мощности на нее. То есть, поскольку у нас в мозге простроено управление одной парой рук, то получается, что если к нему подсоединить еще электроды, то будут просто отправляться одни и те же одинаковые сигналы на обе пары рук, и на настоящую, и на искусственную. А так, чтобы эти сигналы диверсифицировать, опять же, может быть, если бы мы это сделали, может быть, даже не он вырожденного, а еще где-нибудь на стадии эмбриогенеза, сразу прикрутили бы ему дополнительные руки и отправили бы от них импульсы в кору. Эмбриональное развитие мозга это дико темные леса, это какая-то ужасно прекрасная история, в которой никто ничего не понимает. То есть, каким-то образом формирование разных зон в коре зависит от того, какие сигналы они получают снизу от того, что там внизу есть. Наверное, если вскрыть человеку матку и засунуть туда, прикрепить к эмбриончику еще пару рук, чтобы они сразу послали сигналы, наверное, тогда в мозге моторная кора подвинется, появится на них место, но возникают этические вопросы и технические вопросы тоже, потому что это надо будет постоянно менять одни руки на другие, чтобы они расслаблялись с малышом, но что-то сложно. Развращайся на вопрос. Спасибо огромное за Лексу. Вообще, получили огромное удовольствие, потому что очень интересно, с юмором, такие сложные вещи рассказывали. Вопрос про нейроинтерфейс, теоретически. Если в мозг шевет нейроинтерфейс, который просто при должном сосредоточении человека будет выделять определенные, допустим, нейромодуляторы в мозг, то есть вопрос аккумулятора, то есть насколько теоретически вот аккумулятор, чтобы он там нормально как-то функционировал и насколько его будет хватать? Насколько я понимаю, в основном применяют беспроводные зарядки, то есть то же самое, как сейчас для айфона можно, чтобы положили вон подставочку, каким-то образом какое-то магнитное поле передается снаружи черепа, то есть вы там за ухом, например, носите аккумулятор, который заряжается от розетки, и он в течение дня передает каким-то образом заряд на ту часть, которая обживлена внутри, в том случае, если это нужно. Ну, или прямо выводят электроды на поверхность, подключают человека к розетке, ну, в зависимости от технического задания. Вот, то есть проблему эту над ней тоже работают, ее тоже как-то решают, но смотря что вы будете вводить, куда и зачем, в принципе, я не очень понимаю, зачем вообще вводить коробочку, которая будет выделять не ремедиаторы, или там какие-то еще вещества интересные, потому что, во-первых, откуда она будет брать их запас, это мне непонятно, а во-вторых, ну, не проще ли тогда их как-то принимать снаружи инъекциями, не знаю, таблеточками, или выживить сразу электроды в центре удовольствия, чтобы мозг ваш самостоятельно эти вещества выделял. Я даже не знаю, есть ли хоть какие-то эксперименты в этом направлении, которые вы описали, чтобы в мозге выделялись какие-то вещества из коробочки, которая в него выживлена. Следующий вопрос. Здравствуйте. Очень огромное спасибо за лякцию. У меня буквально два вопроса. Один касается... Очень короткий. Да, короткий. Первый вопрос. Мы рассказывали про обезьянок. Сохраняется ли при стимуляции, вот после стимуляции и при прекращении сохраняется ли уровень показаний эксперимента? То есть будут ли вот эти нейроны лучше продолжать свою стимуляцию? Второй вопрос – это по поводу планируется ли развитие каких-то, не знаю, перебегающих электронов, то есть какой-то чипов, наверное, отдельно движущихся. Спасибо. Ну, смотрите про обезьянок. В этой статье они это не проверяли, они это не смотрели. Гипотетически вполне вероятно, что произошло какое-то обучение, потому что, по сути дела, то, что они делают, это и есть имитация обучения. Обучение – это, в принципе, и есть такая вещь, когда проходят какие-то сигналы по какой-то нейронной сети, и эта сеть начинает внутри себя лучше передавать информацию, потому что у нее синапсы начинают лучше проводить информацию, у них увеличивается площадь, увеличивается количество синапсов. То есть, да, когда мы гоняем информацию между какими-то нейронами, то они начинают друг с другом лучше взаимодействовать. Другой вопрос, что кратковременная память означает, что они ненадолго начинают взаимодействовать лучше, и потом мозг может вернуть обратно к прежнему состоянию, а переход из кратковременной памяти в долговременный, это когда вы долго-долго гоняете импульсы по одним и тем же нейронам, в конце концов, там физически накапливается больше молекул, которые связаны с этим усилением нейронов, синапсов, и они запускают прямо рост новых синапсов, прямо анатомическую перестройку. Кратковременная память это изменение электропроводимости, долговременная память это изменение анатомии нейронного контура. Я не знаю, достаточно ли там было стимуляции для того, чтобы могла уже появиться долговременная память, но поскольку это всегда процесс такой стихотический отчасти, то, наверное, до какой-то степени, да, наверное, до какой-то степени результаты дальше улучшались, потому что была получена такая стимуляция, так же, как они улучшались бы, благодаря тому, что обезьянка просто долго тренировалась. По поводу подвижных электродов я не уверена, что я поняла вопрос о том, для чего они, в принципе, могли бы быть использованы Ну, как говорится о том, что может быть окружение, как говорится А, да, да, не знаю, не знаю, да, мне кажется, что это технически очень большая проблема Проще электрод вытащить и заново ввести куда надо Потому что, ну что, ну тогда надо ему добавлять какие-то мышцы, какие-то моторы, какие-то манипуляторы Мне кажется, это сделает его дико большим, дико травматичным, дико энерго-неэффективным Мне кажется, смысла в этом нет никакого Больше надежды вот еще раз на Илна-Маска с его гибкими полимерными электродами Которые будут, вероятно, меньше травмировать и меньше будут оттаскиваться глиальными клетками от нейрончиков Так, давайте еще подождите Я вижу, что рук очень много, мы говорим... Чего ты захитили моих, кошмаришь? Хочешь домой? Последний вопрос? Иди домой После чего мы просто, все, кто захотят, смогут уже сдать и начинать Я думаю, мероприятие так уже очень долго идет Поэтому последний, а дальше уже в формате личного общения Смотрите, на самом деле я думаю, что речь идет в том, что нас просто выконять отсюда будут в какой-то момент Поэтому они торопятся закончить В случае с паркинсоном, значит, понятно, после выключения электродов, да, виден результат А вы говорили о людях с этим синдромом Как им можно помочь, когда неизвестно, когда будет спешка? Ну, имеется в виду, что вы находите то место в мозге, в котором обычно начинается эпилептическое поражение Паркинсон постоянно, а эти непредсказуемы? Паркинсон на самом деле тоже меняется в течение дня, больше-меньше Но эти-то вообще непредсказуемы? Смотрите, можно локализовать участок, можно локализовать участок мозга Вот мы вживили в него электрод и вывели человеку наружу кнопочку И в тот момент, когда он чувствует, что у него начинается припадок, он может на эту кнопочку нажать Для того, чтобы импульс от электрода перебил вот эту собственную синхронизацию Нет, это как раз очень развито Я вот говорила много раз уже про то, что есть хирургические операции при лечении эпилепсии Они строятся именно на том, что локализуют участок, с которого начинается эпилептический припадок То есть за человеком наблюдают длительное время в томографе, делают ему длительное время электроэнцефилограммы Те нейроны, которые прождают эпилептический припадок, они и за пределами эпилептического припадка Тоже генерируют аномальную активность, их можно локализовать, их можно повредить Или с помощью электродов контролировать АПЛОДИСМЕНТЫ